как видно четко отлично так значит все погнали лекция значит называется modern нлп разберем современные подходы довольно так сказать голопом по европам но все равно постараюсь делать довольно много внимания на attention на современных архитектурах которые есть на метриках и на задачах понятно что там допустим задачи нервы неров это отдельная лекция или там задачи кольшин ассеринга тоже отдельная лекция но здесь постараемся общую концепцию понять и если что обсудить какие-то моменты так но самое простое когда у нас есть структурированные данные что можем сделать это ну не самое простое самое логичное и простое к чему пришло человечество это архитектура регулярных сетей ее изображают либо вот так вот либо более понятно вот так то есть здесь у нас есть какие-то данные на вход у нас есть какая-то так сказать структура которая позволяет получить некоторый hidden state и мы его подаем на вход следующий следующему блоку и следующем блоку на вход также подается какое-то какие-то данные которые идут следующие таким образом мы можем получить прошлую позицию текущую позицию и вот сразу получаем что-то на выход тут все довольно просто так работают структурированные так сказать рекурентные сетки если пойти вглубь то мы можем сделать несколько уровней соответственно веса которые здесь есть в x в h в y на схеме они все обучаемые и также мы делаем все то же самое но просто добавляем больше весов добавляем больше уровней и соответственно обучение тоже будет дороже вот как это примерно выглядит рекурентный юнит у нас есть какие-то данные на вход есть данные с прошлого hidden state мы здесь сделаем некоторые преобразования делаем тоннаж и соответственно идет на выход следующий hidden state и y обычно здесь вот y здесь hidden state если вы не помните как выглядит тоннаж вот как выглядит сигмоиды тоннаж это та же самая сигмоида но от плюс единицы до единицы вот более подробно как устроенные рекурентки вот прошлый hidden state здесь он буковкой а не пугайтесь и здесь есть какие-то веса соответственно здесь у нас что происходит у нас происходит произведение дальше у нас есть еще x и какие-то веса под x здесь тоже происходит некоторое произведение добавляются bias и здесь это все складывается дальше идет некоторая функция активации g1 вот обычно это тоннаж вот как у нас было на прошлом слайде но в принципе можно вставить что-то другое и у нас есть какая-то функция на y здесь тоже можно добавить веса все это сложить добавить bias и сделать какую-то функцию активации если вы решаем задачу например классификации на много классов это скорее всего будет softmax вот как то так если у нас декодер то вот эта штука подается на вход следующей сетки но это мы разберем дальше в примерах более подробно вот примерно так это все устроено если посмотреть по формулам вроде бы смотря на эту схему если в ней разобраться не нужно возникнуть вопросов и можно это все написать на питончике собственно вот так вот и такие блоки они соответственно идут один за другим и мы стараемся с прошлого hidden state и передать какую-то информацию какие же могут быть варианты сетей с рекуррентной структурой но самый простой one to one где собственно рекуррентки не нужны one to many когда у нас есть на вход какие-то ну какая-то одна часть данных ну допустим одно слово или что-то еще и мы хотим развернуть это все в несколько игреков и тут то же самое но на вход подается только предыдущий hidden state без входа ну вход можем условно говоря занулить и передавать туда нули ничего не изменится вот есть many to one допустим задача классификации текста мы подаем сюда текст он как-то обрабатывается рекуррентками и мы смотрим на последний выход и это будет там допустим класс текста sentiment текста что-то такое и есть many to many может быть два варианта many to many вот сначала рассмотрим вот это давайте это у нас many to many когда каждому отдельному примеру x соответствует какой-то y то есть мы хотим сохранить такое количество выходов как было количество входов и это может быть например задача nerf name entity recognition либо post tagging part of speech tagging то есть когда мы каждому слову хотим сопоставить какой-то тег может быть часть 3 может быть что-то еще и соответственно many to many вот это это задача может сказать синтеза текста то есть у нас есть какая-то последовательность исходная и мы хотим на выход дать какую-то другую последовательность то есть вообще можно сказать сгенерить с нуля чаще всего эта архитектура называется энкодер декодер сначала у нас регулярные слои кодируют какое-то представление текста и потом в декодере то же самое слои декодируют его и получается допустим задача neural machine translation когда мы хотим перевести какое-то одно предложение с одного языка на другой и у нас нету ну как бы говорить что фиксировано с каждого языка на каждое одно слово переводится как одно слово в другом языке это как минимум глупо и поэтому у нас как бы и может быть несовпадение количество токенов во входной и выходной последовательности вот примерно такие задачи решаются рекуррентами это стоит сказать что не всегда задачи нлп это могут быть задачи например time series forecasting и что-то еще любые задачи где есть какая-то структурированная информация и мы хотим ее обработать вот дальше что есть у нас у нас есть forward pass и backward pass здесь примерно приведен не примерно приведен вывод того как мы берем dxtt по dxcat вот если посмотреть на эту схему то есть как у нас текут градиенты и что тут стоит понять из этого всего что у нас в backward pass есть произведение огромного количества со множителей и можно представить что если у нас довольно глубокая сетка и получается что градиенты у нас ну мы хотим посчитать какой-то градиент x этого по x к тому у нас очень много всего в произведении и допустим у нас средние весов чуть больше единицы 1.1 и мы хотим ну средний на каждом из вот этих юнитов мы хотим что мы хотим возвести тогда по этой формуле все допустим если у нас 100 таких слоев в сотую степень и даже если 1.1 возводим сотую степень получаем какое-то большое число и так сказать нападаем на проблемку которая называется exploding gradient когда у нас очень большие значения градиентов здесь есть вполне себе оправданное решение это gradient clipping когда мы просто берем какое-то значение градиентов весов допустим 100 и говорим все что больше 100 мы обрезаем и у нас получается максимальное значение всегда 100 и эту проблему решается примерно так но есть еще более нетривиальная проблема что когда у нас значение весов в среднем меньше единицы допустим 0.9 то же самое возводим 0.9 в сотую степень получаем какие-то супер маленькие значения и у нас получается затухающие градиенты то есть градиент так и не доходит до конца и очень быстро затухает здесь это все решается не так просто как с клипингом и есть разные подходы к решению всего этого есть подход по тому как мы можем это все так сказать привести в какой-то более не затухающий вид с помощью модификации юнита вот например lstm он выглядит довольно страшно даже если смотреть не в первый раз на него что кто-то видит в этом какой-то лабиринт кто-то видит еще что-то но здесь что стоит понимать что добавляется еще помимо hidden state еще некоторый cell и мы получается передаем в следующий юнит и cell и hidden state то есть здесь у нас как бы два выхода которые подаются на вход следующей сети вот примерно так это все выглядит можете в этом разбираться можете не разбираться но в целом я не видел людей которые на собеседовании или где-то еще спрашивали бы напиши мне формулы lstm а или нарисуй мне схему ну главное примерно понимать как это работает вот есть так сказать большой брат точнее маленький брат lstm а где один выход но идея примерно такая же тут все попроще то есть здесь у нас если в лстм был cell state еще здесь мы его убираем остается reset gate update gate и соответственно выход 1 и вход 1 помимо input какого-то там виде эмбэддинга или чего-то еще это называется гру gate recurrent unit и в нем он работает побыстрее по качеству чуть-чуть хуже но в целом это как бы тоже неплохой аналог и он довольно часто много где используется вот здесь более понятной схемки возможно вспомнить ну как это все происходит какие функции применяются что есть как выглядит если захотите разобраться можете посмотреть на этот слайд и попытаться представить как это все выглядит вот на такой схеме ну или по формулам как вам удобней вот то есть у нас есть три таких юнита основных есть всякие модификации lstm игрушки туда можно добавлять всякие dropout и можно делать что-то еще но в целом вот такие у нас три друга есть вот дальше как у нас выглядит input допустим если мы говорим про текст в нашу сеть у нас есть набор каких-то токенов это могут быть char level tokens то есть по буквам могут быть word level tokens то есть по словам вот допустим рассмотрим по словам как это выглядит вот последовательность токенов допустим у нас их 25 и мы им каждому токену сопоставляем некоторый эмбэддинг то есть это некоторое векторное представление мы можем взять уже предобученные эмбэддинги там word of век glow fast text и что-то еще либо мы можем сначала инициализировать это все случайными весами и потом наша сетка рекуррентная или не рекуррентная сама обучит эти эмбэддинги как ей нужно либо мы просто можем взять готовые и дообучить те веса которые есть то есть подходов много но вот примерно такое у нас представление дальше мы можем применить свертку для того чтобы сузить вторую размерность то есть если у нас размером байдинга был 300 то сейчас он станет 100 и свертку мы применяем так же как и в компьютер vision только здесь one dimensional свертка и мы берем какое-то окно допустим здесь это окно длины 2 и все это сворачиваем какое-то такое представление и еще помимо свертки также по аналогу себе мы можем применять max pooling max pooling в данном случае сжимает размерность именно количество слов и потом можно сделать dance и мы получим какое-то векторное представление того что у нас есть текста вот то есть convolution 2 размерность нас уменьшает max pooling 1 и у нас вообще если так глобально посмотреть на задачу у нас задача просто правильного представления текста в виде какого-то века то чтобы мы могли накинуть на этот вектор там dance слой и softmax и получить нужное представление чтобы взять так сказать и решить какую-то нашу задачу вот то есть это все нужно для того чтобы просто представить текст оптимальным образом здесь видно что допустим окно длины 2 она может быть маленькая то есть если мы какие-то хотим взаимосвязи внутри одного предложения найти то возможно мы не сможем их найти допустим если fill и facts как-то соотносятся то вот окно длины 2 не хватит уже поэтому часто используют делаете конволюшен то есть это некоторая свертка которая стоит на всех позициях допустим а на позициях кратных двойки или там четверки и если мы посмотрим на эту картинку то здесь допустим это будет вот эта позиция и вот эта позиция если мы сделаем там окно длины 3 то это будет вот эта позиция вот эта позиция и вот эта вот позиция ну и так соответственно чаще всего делают по степеням двойки и мы можем так учитывать более далекий контекст при этом у нас не будет увеличиваться довольно сильно число весов вот да есть какие то вопросы по текущим каким-то приемом штукам пока нет отлично attention значит собственно attention сначала поговорим более абстрактно потом именно в самих задачах сейчас сама суть attention что можно с ним делать а потом как он применяется какие есть архитектуры с ним что еще с ним можно делать вот у нас есть наш input n-words на embedding size это какой-то какая-то матрица x мы можем пропустить это все через нейроночку получить какое-то векторное представление сделать softmax то есть отнормировать это все так чтобы сумма была равна единице и потом взять исходную матрицу перемножить на attention и получим уже векторное представление нашего нашей исходной матрицы в принципе это тоже самое что мы видели и по свертке и потом энкодеру в рекуррентных сетях но кажется более простое то есть тут все довольно линейно тут нету рекуррентных слоев и чего-то такого все понятно все супер просто и при этом эта идея работает то есть у нас здесь вот как раз таки что мы делали в пулинге мы пытались учесть контекст и здесь лучший учет контекста потому что здесь сразу можно сказать мы на все все размерность input накидываем эту нейронку и там все это обучается и обучается как раз учитывает учитывать контекст если мы допустим возьмем global pooling то есть сразу на все закинем то он будет довольно паршиво учитывать контекст и сразу получит какое-то представление там ничего не обучается здесь это все реализовано намного лучше вот ну и соответственно вот эти вот это вот вектор attention scores то есть некоторых чиселок которые выражают уверенность чем бы она ни была вот это все перенажается на матрицу и получаем просто какое-то представление все вроде бы просто ну вот нет проблемы won't change gradients потому что у нас веса вычисляются адаптивно и нет вот этой рекуррентной структуры так что у нас в backward pass получается что стоит большое произведение каких-то весов и это получается замена и сверточных сетей и рекуррентных потому что так или иначе все эти подходы решают одну и ту же задачу вот есть отличная статья attention is all you need там и про attention и про self attention самая такая можно сказать рок-н-ролльная статья связанная с attention можно ее почитать что мы еще можем делать с attention вот исходная идея которая была вот мы можем что еще можем взять вторую какую-то нейронку получить какое-то представление она может быть любого размера как нам удобно и потом мы можем перемножать вот эти attention score с вот этими значениями и получать то же самое но здесь у нас больше весов то есть больше вариативности модели как вариант так можно сделать еще довольно важный вариант довольно важное так сказать использование attention это когда у нас есть исходная матрица и есть какой-то вектор назовем его query он имеет такую же размер как у исходной матрицы и мы делаем произведение x на query транспонированное получаем все то же самое softmax attention скоры и перемножаем то есть здесь у нас получается мы берем не исходную матрицу а исходную матрицу с каким-то влиянием какого-то внешнего вектора это довольно часто используется допустим в архитектуре encoder-decoder где у нас query это hidden state декодера какой-то момент времени а исходная матрица это hidden state encoder но это сейчас разберем более подробно эта штука здесь имеет size embedding но в принципе это может быть любой другой size это вот необязательно вот ну происходит дальше все то же самое так дальше attention отлично но что если у нас что если можем пойти дальше и попробовать более так сказать более модифицированно сохранять собственный контекст что есть self attention self attention есть следующее у нас исходная матрица мы берем и считаем матрицу к вариации то есть дальше прогоняем ее через softmax softmax может быть как и по столбцам так и по строкам в целом это просто как бы разной реализации и все ну можно и так и так попробовать что будет дальше дальше у нас есть матрица тоже nn но она уже получается отнормирована с помощью softmax мы делаем произведение матриц то есть n на n умножаем на матрицу n на embedding size получаем матрицу n на embedding size и вот она идея self attention то есть что тут на что стоит обратить внимание на то что здесь у нас attention считается попарно с каждым словом с из этого же предложения то есть мы просто ищем все 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 взаимосвязи которые у нас есть в нашем предложении с embedding size вот и соответственно self attention как и attention он может как-то модифицироваться и эти модификации они очень полезны допустим когда у нас задача перевода мы не хотим видеть что у нас идет дальше по контексту поэтому мы можем сделать на этом шаге некоторую маску из нулей и единиц размеры тоже n на n поставить единички на те слова куда может смотреть наша модель нолики на те которые не может и соответственно когда будет многое слово у нас будет вот такая диагональ становиться единичками потом мы делаем полиметное произведение и меняем нолики на минус бесконечность почему потому что softmax от минус бесконечности это ноль вот вот и получаем все то же самое делаем такое же произведение матричное получаем на выходе n ворс на embedding size все отлично вот неплохая модификация для self attention называется маскирование вот дальше у нас есть один недостаток который которого нет в рекуретках но который пока есть в self attention это то что мы никак не можем учесть именно позицию определенного слова то есть у нас все это закидывается в матрицу вариации там просто считается взаимосвязи между словами вот поэтому с позиции мы можем поступить таким образом мы можем добавить некоторый некоторую функцию к всему входу то есть берем xt и t вот какую-то одну строчку и добавляем в нее какую-то функцию от и то есть от номера строки вот как правило эта функция ну не как правило это как раз из статьи attention isleunit это функция вида фурье то есть какие-то косинусы синусы периодические функции вот мы их добавляем и получаем некоторое кодирование позиции каждого слова и решаем эту проблему как же это работает более подробно вот эта функция encoding от i это если у нас i равно 2k или 2k плюс 1 соответственно где k у нас это натуральные числа мы либо синус либо косинус используем и получается что у нас это все ну все представляется вот pt в виде такого вектора синусов косинусов и мы все это умножаем помимо t на вот такой вот член и получаем что получаем что итоговая функция выглядит примерно так то есть вот у нас учитывается позиция она затухает со временем но у этого всего есть довольно большой плюс что эта штука позиция позиционал кодинг она может кодировать последовательности любой длины то есть мы могли бы просто добавить не знаю там какие-то еще возможные варианты кодирования позиции там хоть прибавлять ее номер но тогда бы у нас все равно эта штука она была не постоянно относительно какой-то любой позиции любой длины вот а здесь у нас все довольно неплохо работает если изучить как выглядит эта функция вот в зависимости от глубины то мы здесь видим что здесь получается некоторая такая маска то есть мы условно говоря можем закодировать позицию в виде какого-то набора нулей единичек допустим просто мы переводим это все в двоичную систему от 0 до 16 и у нас каждый номер это соответственно номер в двоичной системе здесь примерно такая же идея если посмотреть вот на этот хитмэп особенно в начале но здесь добавляется просто функция фурье и нам не нужно хранить очень много весов то есть это все вычисляется функционально и получается довольно неплохо вот как-то так и эта идея соответственно используется в self-attention чтобы кодировать позиции у исходной длины и идея используется довольно неплохо что еще можем сделать с self-attention мы можем сделать три каких-то вектора чтобы вычислять ну чтобы у нас было больше степени свободы перед вот этой вот матрицей то есть что имею ввиду мы берем и просто переводим исходную матрицу с помощью какого-то обучающегося какой-то обучающейся части сети в вектор q, key и values это можно интерпретировать как query, keys и values то есть запрос, ключи и какие-то значения дальше мы берем вектора query и keys и делаем ну просто перемножаем по сути их и получаем такую вот матрицу эту матрицу прогоняем через softmax получаем то же самое можно прогонять по строчкам или по столбцам получаем какую-то матрицу еще одну и берем теперь вектор values и перемножаем с вот этими attention score получаем какую-то одну строчку вот эта идея она кажется ну не то что нелогичной она вполне себе логична просто вопрос зачем нам делать отдельные вот эти какие-то вектора они могут вообще как бы вот эта вот схема с весами она довольно такая формальная то есть values может быть вектор который мы получаем вот как в примере с query ну или допустим вектор query который вообще ну внешне относительно нашего входного текста и таким образом мы сможем учитывать какие-то внешние данные и модифицировать архитектуру допустим в декодер добавлять что-то из энкодера вот и что еще стоит сказать что у нас здесь пока что просто одна строчка что можем сделать дальше мы можем добавить сюда количество размерностей которые равняются количеству слов и все это законкатенировать то есть здесь у нас каждая отдельная размерность она обучается отдельно у нас довольно много весов и наша сетка выучивает довольно много всего вот эта штука работает классно и как раз таки это называется multi-head self-attention именно multi-head self-attention стал прорывной частью в архитектуре для NLP которые полностью не имеют ни одного рекурентного слоя все делается именно на таких self-attention блоках вот так есть какие-то вопросы по архитектуре по self-attention по attention ну пока это все формально сейчас мы разберем с примерами наверно должно быть понятнее если там непонятно что-то такое основное о слушай отлично дальше как можем использовать attention мы можем его использовать в известной всем уже разобранной понятной пораженной до дыры архитектуре энкодер-декодер с помощью регулярных сетей вот допустим у нас решается задача там machine translation мы хотим перевести предложение с одного языка на другой вот кодируем все вот это вот в какой-то hidden state последний hidden state h8 это некоторое представление всего исходного текста и мы его подаем на вход следующему подаем сюда тег start of sentence на вход и он начинает декодировать это все соответственно вот эту штуку он изначально засовывает сюда прогоняет засовывает следующий вариант сюда и так декодирует здесь есть следующая проблема в такой архитектуре что мы пытаемся представить весь входной текст в виде какого-то одного представления кажется что это очень мало и какая-то одна ошибка в декодере если он просто там что-то не так представит она будет накапливаться то есть она повлечет за собой и следующий неправильный перевод и так далее и просто это как бы очень мало информации чтобы нормально это все декодировать поэтому сюда ну сразу возникает идея сюда вставить attention то есть на каждом на каждом моменте времени перевода учитывать то что было в значит исходном в исходном тексте вот более подробно как это работает вот вот это у нас допустим энкодер вот это у нас декодер мы находимся на этом шаге что мы делаем мы считаем некоторую величину которая называется attention weights она учителяется как softmax от некоторых скоров эти скоры они могут иметь вид как мы рассматривали где просто ht транспонированная на hs можно добавить сюда также матрицу весов чтобы она обучалась и это называется longs multiplicative style мы можем добавить сюда вот такую штуку и вычислять это все то есть вот это еще какая-то одна обучаемая матрица весов мы можем считать тоннаж с помощью точнее тоннаж от их суммы с какими-то весами и кстати вот эта вот штука тоннаж от суммы вот этих штук он называется в некоторых вариантах реализации energy не знаю кто придумал интересные вещи творятся типа attention energy скоро будет не знаю strength еще что-то вот в общем вот такая вот штука считаем эти скоры дальше берем вектор контекста и берем эти скоры перемножаем на вот этот hs это у нас вот этот вектор да вот этот вектор то есть вектор текущего скрытого состояния в декодере и получаем в итоге attention вектор который вычисляется вот так то есть это какая-то обучаемая матрица и умножить на произведение вот этих штук и вот это вот и есть уже итоговый attention вектор по которому мы получается считаем наш выход и после выхода вот это слово мы уже подаем вот сюда вот и получается что вот это вот самое важное здесь наверное это вот это произведение скоров то есть мы храним в каждый момент времени все скоры hidden state из энкодера и на каждом шаге в декодере мы считаем какую-то функцию их отношения то есть нам важно как изменится то есть вот это вот скор по сути это некоторая функция влияние текущего состояния декодера на все состояния энкодера так чтобы мы могли составить тот вектор который был полезен декодеру понять что происходило в исходном предложении вот как-то так это выглядит формульно и на самом деле attention увеличивает качество довольно неплохо то есть если там все последовательности которые точнее все модели которые были с LSTM с игрушками с чем-то еще они начинали очень плохо себя вести уже на длине 30 то здесь у нас attention позволяет перевозить последовательности довольно большой длины и это может быть использовано не только в задаче допустим machine translation а еще в задачах других связанных с какой-то генерацией текста когда мы хотим обращать внимание на то что у нас происходило до этого вот как-то так еще получается что вот эти вот скоры точнее не скоры а итоговый вектор attention он имеет такую же длину как и предложение в encoderе и мы можем составить матрицу и отобразить ее в виде хитмэпа этих attention векторов и посмотреть как у нас ну то есть физический смысл этого это то как у нас сетка в decoder смотрела на исходные слова в encoderе чтобы сделать какой-то перевод или что-то еще допустим здесь решается задача text simulation то есть у нас есть исходный текст Russian Defensive Minister Иванов что-то там joint говорит нужен и мы хотим его понять отсюда суть вот суть это Russia calls for joint for joint короче вот и здесь мы видим при переводе каждого слова какие слова нас смотрела сетка во время decoder довольно неплохая визуализация красивая и логично интерпретируемая вот еще attention может использоваться в computer vision там мы можем посчитать матрицу к вариации между пикселями и добавить какой-то query в виде того что мы хотим перевести то есть там разные варианты архитектуры вот допустим здесь решается задача image capturing то есть мы хотим перевести не перевести а рассказать что происходит на картинке мы видим что здесь a woman is throwing a frisbee и во время каждого слова здесь подсвечивается то куда смотрит сетка чтобы перевести то или иное точнее чтобы сказать то или иное слово допустим park вот она смотрит не на woman а на park довольно неплохо красиво и немножко страшно вот примерно так используется attention и самое главное вообще что стало прорывом в ну по крайней мере в переводе о будущем и во всем NLP это архитектура трансформера которая полностью состоит из блоков self-attention с некоторыми приколами и ни из чего больше ну из чего-то еще больше но самое главное что здесь нету ни одного слоя рекурентной сети и все эти проблемы что они не параллелятся никак что у нас есть воншин градиентс и все такое они все довольно неплохо здесь решаются вот что у нас происходит у нас задача Neural Machine Translation мы хотим перевести какую-то последовательность получаем на вход токены и получаем для них обмендинг делаем позиционал кодинг и дальше то про что мы говорили то есть здесь у нас получается вектора values keys queries они все имеют размерности равные количеству входов мы считаем scale.product и делаем дальше конкатенацию всего такого вот как это выглядит более подробно то есть как у нас было на схемке вектор values у нас остается query и key у нас проходит через маскирование проходит через произведение и потом мы их все перемножаем вот и так получаем для каждой размерности потом эти размерности конкатенируем прогоняем через линейный слой здесь еще делается подобие того что находится в резнете то есть когда мы вот отсюда передаем сюда добавляем это все и нормируем дальше здесь еще идет fit forward какая-то сеточка и то же самое skip connection небольшой и это называется один блок энкодера в трансформере вот это вот все которое состоит из всего вот этого мы делаем таких блоков несколько предлагается 6 12 то есть в зависимости от того сколько у вас есть память и сколько вы готовы это обучать вот и так мы кодируем предложение дальше идет decoder тут все так выглядит как бы по идее так же как и encoder и decoder на рекуррентных сетях только здесь соответственно эти блоки не рекуррентные вот здесь у нас идет decoder идет output embedding то есть это уже мы допустим берем тег start of sentence получаем для него какой-то embedding делаем там positional coding всего этого и в decoder точно так же как в рекуррентных сетях мы идем дальше делаем masked multi-head attention то есть вот стоит сказать что небольшая неточность была маскирование мы делаем при переводе то есть в decoder при кодировании в encoder нам маскирование не нужно потому что мы можем смотреть на все предложения и нам не нужно там типа ограничивать себя заглядывание куда-то вперед вот идет такая же штука в decoder и стоит сказать что еще здесь есть resonate connection то есть можно сказать это такое подобие attention но на минималках в сюда вот в multi-head attention и получается что здесь у нас остается values и key и query приходят из encoder и это все в каждом получается decoder блоке и decoder блоков также может быть какое-то количество там 6, 12, 18 и вот так вот выглядит архитектура трансформера ну дальше все стандартное на каждом шаге у нас там линейный слой softmax и получаем распределение вероятностей того что мы хотим предсказать и делаем это пока мы не придем к тегу end of sentence вот трансформер очень крутая архитектура побила все бенчмарки когда появилась в семнадцатом году и стало просто некоторым прорывом вот есть вопросы по трансформеру optimus prime лучше потом после лекции уже после лекции ну ладно хорошо если что пишите я могу скинуть неплохой код с реализацией всего этого интерча там можно посмотреть как оно работает пообучать вот теперь важный момент вот мы значит генерим текст и у нас есть несколько моделей как нам понять что мы хорошо сделали там какую-то генерацию текста или перевод есть несколько метрик разберем вот допустим для начала перплексию что такое перплексия если формально посмотреть на формулу и описать что в ней происходит мы говорим что perplexity is an inverse probability of the data set normalized by the number of words t вот ну в принципе примерно то же самое мы видим здесь она может быть записана и так и так и так это все одно и то же вот ну то есть получается это просто по сути кроссентропия кроссентропия обратная и с экспонентой ну то есть можно по-разному описывать эту формулу что в ней происходит мне понравилось такое описание вроде бы это сказала Анна Потапенко из МГУ она говорит is our model surprised with the real text то есть это некоторый score который описывает насколько наша модель удивлена увидев новый текст который допустим находится в тест-сете как это еще можно описать это можно описать как ну собственно вот как эта формула и понятно что чем меньше у нас перплексия то есть чем меньше модель уверена в новом тексте тем у нас как бы она лучше обучилась точнее чем больше она уверена в новом тексте тем лучше она обучилась вот а перплексия это то насколько она не уверена вот эта метрика используется довольно часто в НЛП. Можете почитать про вывод, теорию за тем, почему стоит использовать именно так, а не кросс-энтропию, хотя по сути это очень похожие функции. Здесь они отличаются просто какой-то возведением в степень, точнее наоборот показательной функцией или как это называется. Короче, понятно. Вот. Можете почитать, почему так происходит. Там на Википедии довольно много про нее написано. И есть еще использование другие в теории информативности и так далее. Вот. И есть вторая метрика. Это BLEO. Bilingual Evaluation Understanding. Understanding, простите. Вот. Вот здесь сама формула BLEO скоро, но чтобы понять, почему она именно такая, давайте рассмотрим пример. У нас есть некоторый ассумпшен, что на один текст переводов может быть хороших несколько. То есть несколько разных экспертов переводят это по-разному и все они правы, так или иначе. Вот. Разберем какой-то текст, который переводится как The cat is on the mat и второй перевод There is a cat on the mat. Эти оба перевода будем считать, что они правильные. И есть наш кандидат. И как раз таки весь BLEO строится на таком предположении, что у нас если хотя бы к одному из переводов наш текст близок, то все довольно неплохо. Ну, то есть мы считаем, что это хорошо. Вот. И, допустим, наша модель, она веселая. И она сказала, что The, 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 The это наш перевод. И мы можем посчитать Precision. Если мы посчитаем Precision, мы видим, что каждая из The есть действительно в и том, и том переводе. То есть Precision у нас 7 из 7, единичка. Все отлично. Да, но тут есть проблема, что мы не хотим иметь максимальный BLEO score при таком переводе. Поэтому, что мы делаем? мы ограничиваем числитель количеством The, которое максимально встречалось в одном из переводов референса. Вот. Допустим, The cat is on the mat. Здесь 2Z. Мы видим, что 2Z есть максимум в референсе 1. И поэтому ограничиваем это все двоечкой. Можем пойти дальше. Можем пойти в сторону Bigram и считать допустим совпадение ZZ, ZZ, ZZ. Мы видим, что здесь совпадений, что 2 раза идут Z нету, поэтому у нас тогда будет нулевой влево. И можем считать n-gram начиная там с единицы, заканчивая там тремя. Чаще всего считаются n-gram по 4 в переводах. И это считается такой золотой стандарт бенчмарка. Да. Вот. Потом собственно как получается с амблео. Мы посчитали эту штуку, отнормировали и возвели в экспоненту. Ну точнее наоборот. Блин, как это правильно сказать? Возвели в экспоненту это наоборот типа если бы мы это все в степени экспонента сделали. А экспонента в этой степени ну ладно. Взяли от этого экспонента. взяли от этого экспонента. Все, спасибо. Вот. Это наш блеус-кор и соответственно вот эта штука это в числителе клипированное количество энграмм. То есть это по сути это пресижн. И энграммы обычно равны четырем. Вот. Получается некоторый скор, который измеряется от нуля до ста и показывает хорошесть перевода. То есть в хороших переводах он там 40, 50, 60. Зависит от того какое количество энграмм вы берете. И это такой стандартный бенчмарк. Есть и другие скоры, которые так или иначе решают проблему блеус-кора. Но это можно сказать золотая середина. Ну это всем понятно и с такой некоторый стандарт. Что мы еще можем сделать с блеус-кором? Такого стандартного тоже. Можем взять какой-то коэффициент метро. И это будет функция экспоненты от минимума между нулем и n-l делить на n где n это количество исходных слов а l слов переводили насколько я помню. И добавить просто этот множитель сюда. То есть это нужно для того чтобы у нас нормализовать длину. то есть у нас сейчас как бы престижность считается не совсем ну то есть он не совсем хорошо штрафует длину. Мы можем перевести довольно большое предложение или там довольно маленькое предложение и это будет два крайних случая. Вот эта штука это как-то нормализует этот кейс. Вот. Вопрос к вам. Как вы думаете что лучше блеус-кор или перплексия и в каких случаях что лучше использовать? Типа вот допустим вы сделали перевод на что вы будете в первую очередь смотреть на облевую или на перплексию? Переясни обратно на перплексию прохожу. Чему больше верите? Давайте так. перплексия по-любому. Почему? Ну я не знаю она какая-то больше общая. Больше общая? Учитывая результат. Ну вообще на самом деле наоборот но не совсем. Типа перплексия это некоторая метрика которая не требует разметки. мы просто смотрим по модели как она обучилась это может быть обманчиво то есть она может быть очень маленькой но не показывает что будет хороший перевод может она упадет в какой-то там минимум что будет делать ZZZ везде но она при этом будет не сильно удивлена новому тексту типа что мне удивляться везде ЗЗЗ. BLEO он требует ручного перевода, то есть чтобы нам было с чем сравнить. То есть некоторый параллельный корпус, в котором будет несколько референсов желательно. И таким образом именно BLEO показывает хорошесть перевода, а не просто то, как обучилась модель. Хотя перплексия, если у нас нет перевода, это вот та метрика, по которой можно, допустим, смотреть валидацию. Это довольно неплохо. Ну то есть на нее стоит смотреть, но все-таки больше стоит подавать предпочтение BLEO, если мы можем. Так, что там? Вов, ты шуршишь? У меня вопросик есть. О, давайте. Я правильно понимаю, что BLEO это, по сути, метрика, которая говорит, насколько перевод машинный? Нет, он наоборот. Насколько перевод человеческий. То есть смотри, у нас если мы считаем, допустим, по N-граммам, вот мы перевели the cat is on the mat, то есть так же, как reference 1. И, допустим, берем 4 грамма, то есть первые 4 грамма, the cat is on, вторая 4 грамма, cat is on the, третья is on the mat. И мы видим, что мы попали 3 из 3-4 грамм, то есть у нас тогда будет BLEO единичкой, точнее соткой, да, соточкой. И, то есть это будет значить, что мы перевели как человек. То есть чем больше BLEO, тем лучше мы переводим, а лучше это значит, как, не знаю, лингвисты, люди, которые, полиглоты, не знаю, занимаются всем этим, короче, эксперты. А мне показалось ли, ты сказал, что BLEO не требует разметки? Не, наоборот. Perplexia не требует разметки, а BLEO требует разметки. То есть нам нужен какой-то ground-true перевод. Отлично. Окей. Вот. Так. Еще есть какие-то вопросы? Отлично. Дальше. У нас есть, допустим, та же самая задача машинного перевода, не знаю, там, синтеза, генерации текста, чего-то еще. И у нас есть какое-то текущее состояние декодера. Мы хотим, ну, то есть мы получаем некоторое распределение вероятности следующего слова. И поэтому у нас возникает проблема, как нам декодировать. То есть нам брать просто на каждом шаге максимум по вероятности, нам делать что-то еще. И как вообще с этим быть? Поэтому возникают некоторые разные варианты алгоритмов декодинга. Если посмотреть задачу, в общем она получается NP-полная. И получается, что мы хотим перевести здесь на самом деле, да, здесь надо было местами поменять. Представьте, что Y слева, X справа. То есть у нас given какое-то количество X-ов и нам нужно подобрать идеальные Y-ки так, чтобы получается правдоподобие Y-ков было максимальным. То есть это получается полный перебор всех возможных вариантов перевода, потому что мы не знаем, что будет на следующем шаге после текущего перевода. Вот. И эта задача выглядит как не самая адекватная, но мы понимаем проблему, по крайней мере. Мы можем пойти в другую крайность и просто на каждом шаге брать argmax по вероятности от текущего Y, имея уже какой-то перевод. То есть допустим мы перевели и Y-ков и точнее и минус один Y. Сейчас переводим и ты Y и берем просто максимум вероятности. Либо мы можем сделать некоторые трейдов и что работает в принципе сейчас лучше всего наверное это BIM Search. То есть мы выбираем несколько каких-то Y-ков на каждом шаге. Это называется ширина луча. Ну если BIM Search это лучевой поиск и тогда вот BIM Size это ширина луча. То есть мы выбираем допустим 4 каких-то Y-ка на каждом шаге строим такую структуру похожую на дерево. То есть у нас каждый раз получается 4 новых ребенка возникает. И потом тянем все эти комбинации до тех пор пока они не придут в тег endofsentence. После этого мы просто берем ту последовательность, которая имеет наибольшее продоподобие. То есть это что-то между полным перебором и жадным алгоритмом. Вот. Еще стоит сказать, что при таком ну то есть при ARGMAX по продоподобию или ARGMINI по перплексии довольно часто возникает случай, что так как у нас продоподобие это произведение вероятности, они становятся довольно маленькими и маленькими у больших последовательностей. Поэтому мы можем сделать какие-то евристики, чтобы так сказать не ругать так сильно модель за длинные последовательности, потому что это не всегда ошибочно переводить долго, иногда даже это, ну точнее делать большой перевод это не всегда ошибочно, иногда это даже лучше. Поэтому мы можем например брать корень из продоподобия n-ой степени, где n это у нас длина последовательности, то есть есть некоторые такие евристики. Вот. Как-то так. Еще у нас может быть такой вариант, что перевод всегда примерно один и тот же, то есть у нас низкая diversity в переводе, и поэтому можем делать что? Можем делать label smoothing. Что это такое? Это мы берем кросс-энтропию, добавляем сюда некоторый член, который выглядит таким образом, что если у нас классы совпадают, мы домножаем на один бета, бета это некоторый гиперпараметр, если классы не совпадают, то есть наша модель ошибается, то мы берем априорную вероятность вообще встретить такую гранд true и домножаем тоже на бета, то есть получается мы не так сильно хвалим за хороший класс и не так сильно штрафуем за плохой класс. и получается что когда она смотря обучается у нас она может быть ну она может отдавать предпочтение не чему-то одному, а разным каким-то классом и вероятности они будут не такие большие, если она так сильно уверена. Вот, что понижает diversity. Вот, дальше что? Дальше после трансформера вот этих всех переводов всего такого OpenAI сделали свой трансформер который назвали OpenAI трансформер и который решал задачу не перевода даже, а просто лэнгидж моделинга. Задача лэнгидж моделинга это по предыдущим словам предсказать текущее слово если просто и она опять же была полностью без рекуррентных слоев состояла из декодеров. И в чем прикол как раз таки этого трансформера то что у нас вот в текущей реализации который был в статье 12 блоков может быть там меньше и больше в зависимости от того что мы можем себе позволить вот то есть это были такие же блоки как мы рассматривали в трансформере обычном но решалась другая задача и плюс в том что это принесло transfer learning в нлп то есть мы могли взять просто обученную на лэнгидж моделинги модель и поставить в конец какой-то слой который нам нужен неважно что это это у нас там задача классификации задача понимания того что предположение с гипотезой по этому тексту согласуется или нет задача схожести текстов multiple choice и так далее то есть мы могли просто взять модель обученную на лэнгидж моделинги как мы обычно люди делают в компьютер вижене берут модель обученную на имиджнете и fontunit ее и то же самое мы могли взять допустим последние четыре или там два блока в модели и как-то в остальных заморозить веса в этих там с каким-нибудь дкм дообучать и получить какую-то модель которая решает нашу задачу довольно хорошо вот то есть это некоторая революция в том плане что появился transfer learning в нлп с помощью AI трансформеров в котором не было рекуррентных блоков вот и после этого появился BERT BERT еще интереснее штука называется это bidirectional encoder representation of transformers от гугла тут примерно та же самая идея что и open AI но немножко по-другому постановка задачи возникает то есть постановка задачи здесь следующая мы берем исходный текст и не предсказываем следующее слово по этому тексту а делаем что-то наподобие маскирования 15% токенов то есть берем 15% и пытаемся по всему контексту который слева и справа предсказать что это за слово и еще мы разделяем предложение тегом SEP и пытаемся предсказать является ли предложение B логически предложением предложения A вот решаем эти две задачи ну либо параллельно либо последовательно либо по очереди это уже вопрос как это обучать но именно из-за того что у нас такая постановка задачи то мы получаем довольно неплохое представление контекстуальных эмбеддингов по словам то есть именно решая вот эти две задачи вот эта архитектура берта которая там состоит из энкодеров из self-attention из-за из-за того что у нас есть как бы мы можем смотреть и слева и справа на контекст мы получаем очень крутое представление и которое является сейчас наверное стоит оффе артом есть всякие там альберт роберт и так далее реализации просто там по-разному ставится ну по-разному состоит вот эта архитектура но как правило это так и как правило берта ограничена 512 тегами и вначале идет тег cls который представление которого является некоторым общим представлением текста и допустим если мы возьмем эмбеддинг от cls который получился на выходе с берта то это будет некоторое представление всего нашего текста и можем его засовывать в какую-нибудь логистическую регрессию и решать задачу классификации вот да и есть еще похожая модель но которая использует как раз таки все-таки рекуррентные сетки она называется ELMA то есть это embeddings from language models у ELMA задачи можно описать следующим образом у нас есть два набора bidirectional LSTM которые предсказывают следующее и предыдущее слово соответственно то есть у нас задача ставится так мы хотим предсказать какое-то катое слово имея контекст слева и хотим предсказать то же самое катое слово имея контекст справа потом мы каким-то умным образом вот эти представления которые получаются слева и справа то есть forward language model и backward language model мы их каким-то образом конкатенируем можно там как-то взвешенно перемножать можем делать что-то еще но в итоге мы получаем какое-то представление и это представление слов это тоже некоторые эмбэддинги которые учитывают контекст то есть тут стоит понимать разницу между контекстуальными эмбэддингами те которые получаются в BERT которые получаются в ELMA допустим в таких моделях и эмбэддингами которые word и weg GloV которые не контекстуальные то есть здесь мы строим представления токенов по контексту вот еще есть довольно неплохая модель которая как раз решает проблему Берта что у него только 512 получается токенов в ну максимум в него можно засунуть это трансформер excel от гугла в девятнадцатом году который вышел и который там побил неплохо бенчмарки что здесь происходит если мы посмотрим на фазу тренировки в обычных моделях это выглядит примерно вот так ну то есть ванилла это вот имеется ввиду BERT ELMA какие-то другие модели то есть у нас здесь когда мы хотим предсказать это слово мы во время то есть во время эволюэйшн во время уже можно сказать инфиненса используем вот такое окно контекста соответственно сдвигаемся мы используем такое окно контекста то есть это вот наша ширина нашего контекста и вот вот эти какие-то представления какие-то слова какой-то контекст который был до вот этого лимита он пропадает трансформер excel решает эту задачу самым прямым образом можно сказать так не понял я не вылетел у меня докер просто обновился все отлично вот трансформер excel решает проблему самым прямым образом то есть во время обучения он оставляет как раз таки вот этот какой-то лимитированный сегмент но при этом он берет по связям значения которые не имеют ограничения из ну точнее они имеют некоторые ограничения но эти ограничения намного больше чем если мы просто берем текущий сегмент он берет прошлые вот эти вот связи но при этом то что выходит за вот это окно нового сегмента он на этом не обучается то есть вот здесь замораживаются градиенты и обучается только вот текущее окно вот и если мы сравним это с тем что было то вот наше окно из 512 символов и мы еще можем добавить сюда довольно много контекста и его честь то есть вот эта вот штука она условно неограничена если берд у нас он ограничен просто обучением то здесь это трансформер excel этот блок он может быть не ограничен можете почитать как пришли к такому вот статейки двенадцатый год google и видно что трансформер excel стандартной реализации без добавления каких-то весов без чего-то еще без наверное даже decay в обучении он на сделал бенчмарк на датасете wikitext 103 который как раз таки имеет довольно много таких связей в контексте которые там могли встречаться допустим два параграфа назад и для того чтобы там решить задачу нужно помнить этот контекст он является state of the art например являлся на конец девятнадцатого года и если мы сравним это с LSTM то мы видим что больше чем два раза уменьшилась перплексия то есть мы довольно неплохо продвинулись просто за три года во два раза это довольно такой шеломительный рост и трансформер excel в общем крутая моделька и очень классно учитывает контекст можно там по-разному придумать что там с биртом делать сделать какую-то рекуррентную структуру в виде большого количества биртов но вот это кажется более логичным но если говорить про вообще сотомодельки для language modeling в целом gpc2 очень крутой вариант от openai есть bird это некоторое сотов контекстуальных и есть трансформер excel он неплохо учитывает контекст и про gpc2 здесь я не особо много рассказал но в общем это тоже некоторая модель которая основана на self attention состоит из декодеров если мы берем исходный трансформер и она очень классно решает задачи language modeling то есть все что сейчас вот вы видите очень крутое в language modeling какую-то генерацию это скорее всего сделала gpc2 или какие-то ее модификации и gpc2 еще победила по benchmark по zero shot learning в QA системах и она также обучается то есть она вполне себе поддерживает transfer learning все что связано с этим а если про трансформер excel говорить то у него довольно быстрый inference все-таки google это инженерные компании они любят делать чтобы все быстро работало и он может учитывать довольно большой контекст ну вряд ли он может учесть что было в начале войны и мира если вы ее дочитываете но так сказать какой-то контекст который был пару параграфов до того что сейчас происходит он все еще помнит вот как-то так вроде бы все да есть какие-то у вас вопросы комментарии дополнения что-то интересное что хотите сказать вроде буквально позавчера gpt3 вышло gpt3 вышло подожди это правда ну скорее всего да а где ты это прочитала там есть на open ai релиз а слушай не смотрела но есть что-то на гитхабе точно ну может самозванцы ну смотри я вот в релизах последних не вижу на open ai может и самозванцы а я вижу ааааа скинь ссылочку ну возможно это rumors ща я посмотрю но короче в поиске что-то есть интересно интересно ну ладно это надо посмотреть неплохо так а по презентажке какие-то вопросы есть можно еще раз на метрике найти bleu и perplexity что-то я не знаю так что не знаешь вот что конкретно учитывает perplexity она же учитывает конкретно смысловое наполнение смотри по сути это кросс энтропия которая которую от которой взяли экспоненту вот и она учитывает ну вот вот это неплохая фраза мне она нравится насколько удивлена модель когда она видит новый текст вот ну то же самое что кросс энтропия что она большая когда у нас большая энтропия в данных тут это просто некоторая такая так сказать мера того что происходит относительно вот текстов в нлп ну вот просто блеум как я понимаю он не учитывает там какие-то вариации слов ну блеум он учитывает энграмы да ну в смысле если например у одного слова есть там несколько переводов он как на это отреагирует он берет лучший ну то есть видишь здесь допустим несколько референсов несколько экспертов могут перевести и мы смотрим лучший среди всех то есть если хотя бы к одному из ground true переводов мы перевели близко значит мы сделали все хорошо можешь посмотреть лекцию эндрюэнджи вот ссылочка на ютубе он минуток двадцать довольно подробно объясняет вообще что это такое и как оно работает вот ну это такое что бы я посоветовал по блеуму что понятное точно просто многие люди усложняют вот это все то есть они прямо рассказывают про это как отдельная лекция как считать блеуму вот а тут идея простая что мы просто считаем precision делаем клиппинг берем энграмы берем экспоненту и добавляем что-то что штрафует за длину или наоборот вот как-то так 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 еще есть какие-то вопросы ну ладно вроде вопросов нет поэтому наверное можно считать что официальная часть лекции закончилась с Продолжение следует...